Всем привет! Сегодня хотел бы рассказать об одном гаджете, который по сути очень дешевый, очень простой, но очень полезный. Планировалось, что крепление лейки я прикручу потом, позже, но в последнее время так неохота было сверлить, портить стены. И я рискнул и заказал себе крепление для лейки. Я заказал его из Китая. Купил я его за копейки. Стоит это крепление в Китае около одного доллара, плюс-минус. И самое главное для меня лично это, чтобы был хороший мощный пластик, чтобы он при многократной эксплуатации и перепадах температур, влажности, чтобы он не потрескался, не сломался, когда буду крепить. Ну и конечно же неотъемлемая вещь любого крепления это то, насколько качественно оно крепится. И я бы отметил, что я знаю, какие присоски продают китайцы. И обычно присоски у них крайне отвратные. Что касается этого крепления, то я записываю это видео спустя 2 недели использования. И сейчас могу вам уже точно сказать, насколько оно хорошее по качеству. Могу отметить, что когда я его установил, я установил его слишком высоко, ну так просто для теста. Я начал принимать душ, увидел, что оно слишком высоко и переставил его. Причем переставил его прям практически в процессе принятия душа. Так вот могу сказать, что на мокрую влажную плитку крепить конечно же его нельзя. Нужно было протереть. На второе место, куда я переклеивал эту липучку или присоску, я протер это место и приклеилось оно так же мощно, как и в первый раз. При том, что все-таки немножко воздух был более влажный. И плитка все-таки была влажнее, чем в первый раз, когда вообще не было приема душа длительное время. То есть плитка была полностью сухая. Важно, что вода оставляет определенные следы на плитке. Определенную, ну назову накипи или как это правильно назвать. То есть следы они есть в любом случае. И перед тем, как прижаться к плитке этой присоской, я рекомендую протереть плитку такой легкой-легкой влажной тряпочкой. Потом протереть насухо. Потому что на плитке по-любому будет либо пыль, либо еще что-то. И вот проделав такие манипуляции, уже две недели мы пользуемся этим креплением. Могу отметить, что оно очень-очень четко закрепилось. Никуда не сдвигается. Ни влево, ни вправо, ни вниз, ни вверх. Оно очень четко держит лейку. То есть лейка тоже в момент, когда подается вода, там создается обычно давление. Ну и как бы лейка начинает, если крепление хлюбка, она начинает просто менять свое место. Такое было у нас, когда мы ходили в спортзал. И там в спортзале, в душевой кабинке, как раз было такое крепление ужасное. То есть помыться было практически нереально. Только включаешь воду, так сразу лейка начинает менять свое место положения. И, короче, неудобно. Здесь таких проблем нет. Лейка классическая из магазина, вместе со смесителем шла. То есть комплектная. Вообще все подошло прекрасно. Почему я выбирал пластиковое крепление? Ну просто потому, что оно практичнее. В отличие от хрома, который от вот этой воды нашей ужасной. Он потом разъедается, потом начинает шелушиться, отклеиваться это покрытие. Короче, хромированные вот эти все вещи я категорически не приемлю в ванной комнате. По крайней мере вот в наших условиях. А вот пластик это более практично. К тому же, ну кто не заметил, у нас в ванной белосалатовый такой стиль, такой дизайн небольшой сделан. И поэтому именно это крепление я выбирал именно в таком цвете. Потому что оно очень хорошо подходит под стиль нашей ванной комнаты. В итоге я могу отметить, что крепление, которое я переживал, что будет не сильно надежным. Потому что пластик может все-таки потрескаться где-то, сломаться. Либо присоска будет слабой. Оно меня не разочаровало. Здесь все на высоченном уровне. Тем более, учитывая стоимость. Если кому-то интересно, я ссылку, где можно купить такое же крепление укажу в описании. Ну и конечно же дополнительно укажу ссылки на разные виды креплений, что вы могли выбрать для себя что-либо. Всем спасибо за внимание, хорошего настроения. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!